Ребята, всем привет! Как я анонсировал, сегодня я делаю видео из этнокомплекса Украинское село. Сейчас мы находимся возле входа. Я вам хотел показать, как оно, весь комплекс выглядит. Мы, конечно же, зайдем в наши тропические теплицы, которые находятся прямо возле парковки здесь. Не внутри самого комплекса, а именно немножечко в стороне. Но мы зайдем туда еще посмотрим. А сейчас давайте зайдем вон внутрь, на территорию этого комплекса и посмотрим, какие же там есть интересные вещи. Вы можете сюда приехать, вход на территорию бесплатный, увидеть все, что там происходит. А что там происходит, идемте глянем. Ну, в самом начале этнокомплекса тут находятся гостиницы. Вот здесь вот три здания таких красивых есть. За мной, сейчас попробуем показать, еще вот таких вот два здания. Это все гостиница. То есть, вы можете сюда приехать, отдохнуть, провести время с ночевкой. Хорошие номера тут красивые. Вот здесь VIP, альтанка называется. Здесь проводят различные мероприятия. Люди отдыхают. Здесь такая парковочка есть. Есть сауна, бассейн, бильярд. Ну, в общем, все для отдыха. Вот туда дальше, если пройти, там находятся этнохаты, так называемые. Это дома, которые были привезены из разных регионов Украины. И в стиле тех, ну, скажем так, в стиле тех регионов времен еще, когда люди жили в глиняных домах, назовем так, когда их строили, вернее. В глиняных домах многие сейчас живут, к сожалению, но давайте пойдем посмотрим, как они там выглядят. Вот так выглядят этнохаты. Но это не просто хаты, это еще и гостиницы. Вы можете здесь снять номер. Как правило, они разделены на две части. Внутри там все в этно-стиле сделано. Очень красиво, очень комфортно, уютно. Теплые дома, то есть вы можете там останавливаться и проводить замечательное время. Этих таких гостиниц тут несколько. Вот сейчас здесь есть раз, два, три, вот четыре я сейчас вижу. Есть детские площадки, есть мангалы. Кстати, вот этот мангал, они здесь, в общем-то, по всему комплексу расставлены. Вот такие вот красивые качели, вы можете видеть, когда летом, здесь вообще прекрасно. Вот такие вот качельки красивые. В общем, тут замечательно. По вечерам тут горят фонари, красиво дорожки освещаются. Вид просто потрясающий. Ну, а там дальше есть зоопарк. Идем-ки глянем немножечко. Ну, а здесь это мой хороший. Ну, а это мой хороший. Это же весь в семя. Что это? Зоя, а это мой красавец. Ну, здесь есть пони. Там и есть лани. Ну, тут много животных содержит. Вход в зоопарк тоже бесплатный. Тут можно прийти все это посмотреть. Можно покормить животных. Купить здесь корм специально продают. Вы можете их купить и покормить их. Вот такие добрые дверюшки здесь. Иодёте дальше посмотрим. Ну, ай, ты мой хороший. Ну, ай, ты мой хороший. Уже знания, что-ка, ну, по профилю. Рогатый. Рогатый. Красавица. Хорошо, добро. Заходите. Добро, зайдь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А вот это вот одна из хот, которая привезена из... Это Черновецкий район, Винницкая область. Именно вот эта хата. И получается, что внутри она тоже оборудована по тому, как было в те времена, то есть там инструменты труда, которые люди трудились всегда там на территории, быт, все там внутри есть. То есть таких домов несколько, тут проводятся экскурсии, вы можете сюда приехать, посмотреть, особенно летом, тут вообще прекрасно. Да зимой, в общем-то, по-бесплатно, вы можете просто на них посмотреть. Вот рядом зоопарк, там, конечно, вы на звуки не обращайте внимания. Мы такой вот обзорную немножечко экскурсию проводим. Мы сейчас пройдем дальше, там вот птицы, вы видите озеро искусственно сделанное, там есть птицы разные, то есть можно к озеру подойти, можно к отдельным вольерам, там, где птица находится, ну, не водоплавающие птицы. И сейчас пойдем еще к одному интересному месту, называется у нас, по-моему она, как там, Мастеров, да, так можно и назвать, там где работают различные мастера. Это кузнецы, это гончары, хлебопекари. Местечко Майстри, да, Местечко Майстри, то есть городок мастеров, это, я стараюсь, хоть нахожусь в украинском селе, говорю на русском языке, потому что меня смотрят во многих странах и не из всех, естественно, знают украинский язык, но место тут потрясающее. Идем к Индане. Вот это улица мастеров, или Местечко Майстри, с украинского на русский не могу быстро переходить. Вот здесь вот гончар, вот здесь вот гончар, он обжигает свои горшки, вот там в помещении он их лепит, белый, здесь кузнец, сейчас будний день, поэтому их нету на месте, как правило, они на выходных здесь, все здесь, вот здесь эти двери открыты, вот эти вот ворота, и видно, как кузнец работает, это очень интересно. Здесь находится пекарня, здесь делают хлеб на закваске, запах тут стоит, когда они пекут, конечно, потрясающий, хлебушек можно купить, различные там, не только как кирпичик, да, там, по-моему, другие еще какие-то, да, Володь? Да. Можно купить себе хлебобулочные изделия. И давят масло, там написано «Улийница», это, на русском это масло сдавилка, маслобойня. Маслобойня, да. Там рукоделие дальше, есть мастер, который делает музыкальные инструменты, потрясающий вообще человек, который, ну, молодец, руки золотые у человека. И здесь вы можете ходить и смотреть, заходить туда вовнутрь, это пожалуйста всегда. Можете какие-то купить изделия, я думаю, что у кузнеца и у гончара тоже можно купить. Там дальше есть у нас сувенирная лавка, которая, которой продается различные сувениры, попить кофе, есть, скажем так, такой вот… Кавьярня. Ну, не ларек его назвать, он такой красивый ларьком. Кавьярня. Кавьярня, да. Но она такая из дерева сделана красивой. Я вам не буду его специально показывать, чтобы вы приехали у нас и здесь сами посмотрели и получили массу удовольствия. Вот, идемте дальше. Обратите внимание, тут написано «Кулишна». Ну, кулиш – это такое национальное украинское блюдо, потрясающее. Это, да, хоть пшено, картошка, мясо, ну, в общем, интересное. Я вам рецепт рассказывать не буду, я его не знаю просто-напросто до конца. Но те люди, которые его здесь готовят на празднике, делают это просто очень вкусно. Идемте, подойдем сейчас туда. Ну, вот в этом здании готовятся чисто украинские блюда. Очень вкусно. Это украинский борщ, это разная печеная картошка, печеная картошка, глинтвейн, кулиш тот же, пряники, квасы. Все делается здесь. Вот, вы можете здесь покупать их, наслаждаться такими вот вкусными-вкусными блюдами. А вот это вот здание называется Колыба. Это прекрасный ресторан. Готовят здесь потрясающие блюда. Я не раз здесь обедал. Там есть летняя терраса, сразу за ним можно, когда теплое время года, можно туда подниматься и там вот отдыхать. А в этом, в этой части, тут он на два крыла разделен. И иногда здесь бывает живая музыка. Тут выходят люди в украинских национальных костюмах, очень красивых. Певцы, они играют на инструментах, на национальных инструментах и поют украинские песни. Очень красиво, очень весело, задорно. То есть, время провождения ваше здесь будет очень-очень веселым и интересным. И когда будете здесь гулять, не забудьте подойти вот к этому стенду и сфотографировать. Привет! Привет! Ну вот, мы дошли до наших теплиц, прошлись по кругу. Здесь парковка у нас находится, когда вы приезжаете, основная. Вот оттуда мы начинали снимать, мы прошлись. И вот этот вот плакат, где написано «Тропики украинского села». И мы проходим мимо вот этой вот замечательной беседки. Кстати, вы тоже можете здесь отдыхать спокойно, приезжать, размещаться. И первая теплица, которая находится здесь, это инжирница. На моих видео вы видели мою инжирницу, а эта немножечко построена по-другому. здесь тоже сейчас находится инжир. Его не подрезали все лето и он вырос такие, видите, удочки вырастали. Но он довольно-таки неплохо отплодоносен. Много было плодов, тут есть разные сорта. Тут есть итальянский желтый, тут есть адриатика, есть далманский сорт. Ну, естественно, есть киевский крупноплодный. Вот сейчас я хочу вам показать эти плоды. Вот они, вот-вот. Было еще чуть-чуть солнышка, они будут аж такие сладкие, сладкие. Ну, какой сегодня? Сегодня 8 ноября. Ребята, вот этих сорта вы можете у себя выращивать и просто наслаждаться ими круглое лето, круглую, даже осень практически всю, плодами инжира. А когда мы проводим экскурсии, если есть плоды спелые, иногда вот дети тут есть, я угощаю. Я когда провожу экскурсию, стараюсь, вот Володя, который сейчас снимает, должность оператора сейчас меня занимает здесь, он обычно идет немножечко вперед, ищет вот эти плоды, чтобы угостить наших посетителей. Также стараюсь срезать лист инжира, отдать вам, чтобы вы могли высушить листочки инжира и пить из них чай. Это очень полезно. На экскурсиях я все рассказываю. А теперь идемте дальше. Вот здесь у нас есть табличка экскурсии по теплыцах. Ну, есть как бы график, но иногда просто получается сделать так, чтобы без графика начинаем работать. Так, вот сюда мы заходим. Здесь у нас есть СБ, но сейчас мы ее откроем, вам покажем. Я сниму курточку и пойдем в другую теплицу. Здесь у нас есть три, скажем так, раздела. Первый это теплица. Сейчас она пока не засажена ничем никакой экзотикой. Здесь выращиваются различные комнатные растения, такие как, допустим, комнатные помидоры или каптусы. Потом есть разные мята, есть петрушка. Ну, различные, различные такие вот вазончики, которые вы можете всегда дома просто высадить. Володя все это делает своими умелыми руками. В этом мастер молодец. Очень много интересных растений выращивает. Я вам очень рекомендую приехать и с ним пообщаться. И он вам расскажет, как выращиваются эти растения, какие лучше брать на подоконнике, какие в огороде высадить и так далее. Ну, здесь, конечно, такой красивый коридор с фотографиями. И вторая часть это у нас с цитрусовыми. Вот здесь находятся лимоны, мандарины, кинкан, фейхоа, лавровый лист, ну и так далее. Вот здесь я провожу экскурсии сейчас. Есть плоды лимона, некоторые начинают уже, смотрю, желтеть. Несколько сортов есть лимона. Здесь на продажу, конечно же, саженцы. Вот сюда на стеллаж ставлю. Вот видите, распродаются вот так быстро. Поэтому надо добавлять. Это первая. У меня даже вторая комната у нас. Что там? Квеста. Ну и третья идет. Это уже тропики. Это мы были в субтропиках, здесь тропики. Сейчас у нас Цветонос выпустило несколько бананов-тропиканы. Карлики, суперкарлики сейчас на подходе. Именно карлик вы видели в моей теплице, вам часто это показываю. А здесь сейчас тропиканы есть. И я думаю, что когда будут созревать бананы, в общем-то, я думаю, буду угощать наших посетителей. Особенно те, которые маленькие детки, они любят именно здесь вот увидеть это все, посмотреть, потрогать Цветонос. И здесь есть у нас место для фотографирования. То есть вы можете себе тут сесть под бананом, одеть шляпу, вот такую вот красивую штуку, как гусс называется, не знаю. Вот так одевают люди, берут шляпу, берут кокос. Вот так вот, и вот фотографируется. Это очень интересно. Есть банановый лист стоит у нас, срезали большой такой. Мы обычно людей прям полностью чуть ли его не обворачиваем и сфотографируем. Очень интересно. Но это тоже начинает подсыхать, надо в следующий срезать. Здесь есть и папайя, там здесь лайм, ананасы. Я вам сейчас привез из своей теплицы сюда ананасы. Потому что местные, то что здесь Володя посаживал, он от плодоносил сделали два саженца. Один ананас здесь есть, но я вот еще на выходных постараюсь, чтобы они были еще два ананаса, которые уже больше. Они здесь будут созревать, вы сможете почувствовать, какой запах он дает. Ну и я естественно рассказываю на экскурсии, что это за растение. Очень многим интересно послушать это все. Начинает цвести папайя уже и там, в начале и здесь вот это вот начало цвести. Кстати, Володя только сегодня увидел, что она начала цвести. Но посмотрим, не знаю, она маленькая конечно, посмотрим как она будет плодоносить. Вот вверху пошли еще, видишь ты, вот. Вообще нормально, когда ее еще подрезают, она будет немножко меньше, потому что она в крыше упрется. И у нее вот здесь вот наверху образуется, ну, где-то бывает до 5-6-8 дынь таких вот. Опа-па. Так что очень круто будет. Вот таким вот образом мы здесь и располагаемся. То есть вы можете приехать, находится украинское село, это если ехать с Киева по Житомирской трассе, поворот на Николаевку, там есть плакаты, бигборды, вы можете все это увидеть. Либо просто позвонить мне по указанным телефонам, которые как обычно находятся в описании под видео. Вы можете приезжать сюда со школами, с группами, отдельно с семьей, хоть один, хоть два человека. Я проведу вам экскурсию, мы пообщаемся с вами. Потом вы отсюда выйдя сможете зайти в кафе, сейчас я вам его покажу. Попить там чай, кофе, какие-то соки. Там обустроено все для того, чтобы вы с семьей провели замечательное время. И вот Ольга, которая хозяйка кафе, она выпекает прекрасные пряники она делает, в эти кроссаны, Володя напомню, что там еще, кексы я видел. В общем, рукодельница, она в этом плане, она умничка, очень хорошо, вкусно готовит. Так что вы можете приезжать тут и спокойно проводить тут время. Кстати, сейчас пока инжир еще не сбросил листья, мы берем листья, сушим, и вы сможете попробовать чай из листьев инжира и почувствовать его вкус. Кроме того, что я вам сам дам листочек, вы можете это дома сделать и насладиться чай пекем. Так что ждем вас в гости, сейчас посмотрим кафе. Кафе располагается прямо при входе. Проходите сюда, здесь находится, на выходных сюда есть бариста, кто делает кофе. Сейчас будет дней, тут нет никого, поэтому мы так свободно снимаем здесь. Замечательно, очень уютное кафе. Я вот, знаете, вот я когда сам прихожу сюда, вот уже не первый раз, и получаю огромное удовольствие, насколько уютно здесь создан. Здесь, вы можете посмотреть, здесь столики, есть попугачки. Очень, кстати, многим детям нравится сюда подходить, и они просто наслаждаются вот этим вот зрелищем, этими попугаями. Такие вот они у нас красавцы. Конечно же интерьер сделан в стиле тропика, очень интересный. На плазме всегда идет мультик, то есть детки могут посидеть, посмотреть. Бывает такое, что либо просто люди хотят попить кофе, что-то перекусить, а иногда просто ждут экскурсию, допустим, каких-то там 5-10 минут надо подождать, и дети, чтобы его не переворачивали. Вот все, они сидят смотреть мультики здесь, замечательно очень. Вот такая стоечка здесь есть, тут выращивают различные цветы, комнатные растения. В основном, да. И вот есть вот такие интересные штуки, ребят. Как они называются, правильно я не знаю? Травянчики. Травянчики. Вот есть, которые запакованы сейчас в упаковке, а этот распакованный. Что получается, там внутри находятся семена травы. И когда вы просто поливаете водичкой, ну с поляризатором можете попрыскать, через несколько дней у вас он начнет прорастать. Если у вас есть домашние животные, какие-то там кролики, мышки, я не знаю, даже коты, они вот это могут есть, вы можете стричь и кормить их. Именно на это и рассчитано. Есть инструкция по ходу за растением, такая дается. И вы можете их приобретать, прямо здесь они находятся на стойке. Вот, ну, вот так вот. Такой вот небольшой обзорчик я вам сделал. Я надеюсь, что я вас здесь увижу. Приходите, приезжайте к нам, звоните мне. Милости всех просим. И каждые выходные проводим экскурсию. Да, даже в будние дни просто надо созвониться, что вы едете, мы вас встретим обязательно и проведем экскурсию. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и звоните. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok